добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы поговорим о кофе о том какой вред она наносит организм многие люди любят кофе его пьют для бодрости чтобы не заснуть за рулем чтобы увеличить работоспособность в утреннее и послеобеденное время в конечном итоге все это перерастает в привычку и зависимость алкалоид кофеин который содержится в кофе оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную систему а при длительном применении может вызывать и зависимость кофе оказывает возбуждающее действие на организм и повышает кровяное давление как следствие бессонница а у гипертоников увеличивается риск инсульта потребление кофеина увеличивает скорость потери костной массы пожилых людей кофе влияет на метаболизм кальция его не рекомендуется потреблять лица преклонного возраста у которых в силу возрастных изменений кальций вымывается из костей дело в том что в соединенных штатах америки после долгих лет судебных разбирательств кофе признали канцерогеном и теперь кофейные компании обязаны ставить специальные маркировки что кофе может приводить к возникновению рака стоит напомнить что кофейные зерна в процессе своей обжарки выделяет акриламид который является мощным канцерогеном а это синтетическое соединение которое наносит вред здоровью человека утром после выпитой чашки кофе вырабатывается соляная кислота но поскольку еды нет а кислота уже выделилась она нужна для переваривать твердой пищи но со временем это функция организма деградирует ее в дальнейшем кислоты вырабатывает совсем меньше и меньше и после того когда вы уже употребляете твердую белковую пищу то она уже начинает хуже перевариваться из-за нехватки соляной кислоты после этого белковые молекулы не могут до конца перевариться и всасываться через стенки тонкого кишечника в кровь цельными и вызывают реакцию вырабатывание антител и антигенов в дальнейшем это является первой причиной все хронические заболевания организма человека накопление шлаков токсинов и кислотных отходов кофе в значительной мере закисляет организм что приводит к ослаблению защитных барьеров кишечника и желудка и в конечном итоге приводит к снижению иммунитета при этом кофе еще вымывают все важнейшие микроэлементы в том числе и цинк который так важен для простаты и всего организма а значит наносит значительный вред при стимулировании себя очередной чашкой кофе разрушение организма ускоряется вам нужен отдых и крепкий сон не стоит злоупотреблять кофе женщинам ждущих ребенка об этом говорят результаты исследований датских и американских ученых отмечено что женщины выпивающие одну-две чашки кофе в день а это около 100 200 миллиграммов кофеина повышают риск рождения ребенка недостаточным весом на 20 процентов сравнению с женщинами чье потребление кофеина не превышает 100 миллиграммов в целом как говорят исследования некоторые группы людей включая пожилых беременных женщин людей страдающие гибертонией могут быть более уязвимы неблагоприятным последствиям кофеина перед применением любой методики лечения указанной на этом канале обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и получите от него разрешение на использование а если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео будьте здоровы